Переходя к твоему первому вопросу, когда Иисуса Христа хотели распять на кресте, кто был отцом, которому он взывал? Был ли этим отцом Аллах? Да, отец – это еще один атрибут, данный всемогущему Богу в Библии. Это хороший атрибут. Но Аллах, Субханахуа Та'аля, в последнем откровении Коран намеренно убрал атрибут отца. Потому что люди неправильно поняли атрибут отец. Поэтому вместо арабского атрибута «абб» – отец, что является более простым словом, Аллах заменил его другим атрибутом, более сложным – «робб», что означает «Господь». Это более сложный атрибут, чем «абб». И атрибут «абб» – отец намерен и не упоминается в Коране. Потому что люди стали использовать неправильное значение. Но когда Иисус в мире ему говорил «отец», он имел в виду всемогущий Аллах. И когда его распяли на кресте, если вы прочитаете Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея, когда его распяли на кресте, он сказал «Илляхи, Илляхи, 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 Это родственные языки. Если вы обратитесь к Библии Скофилда, там сказано, что «Иляи» означает «Аллах», имея в виду «Бога». Так что даже Иисус, мир ему, Он называл всемогущего Бога именем Аллах. И то, что удивительно, что в любом переводе Библии, который вы найдете, именно этот стих сохраняется в его первоначальном виде. Будь то тамильский, английский, хинди или урду или малайский, это предложение сохраняется в оригинальном виде. И только потом приходит перевод. Если на английском языке говорится «О Боже, о Боже, почему ты оставил меня?» А тамильского я не знаю, как я уже говорил. Но «Иляи» и «Иляи» и «Ла ма сабахтани» в оригинальном виде. Так что слово «Аллах» есть в каждой Библии, во всех переводах. Поэтому истинное имя, когда он говорил «Отец», он имел в виду Аллах. Так ты веришь, что есть один Бог? Да, я верю в одного Бога. Ты согласен, что Иисус — это не Бог? Да, Иисус не Бог. Является ли он посланником Бога? Да. Иисус должен прийти во второй раз. Извини, что? Ты веришь, что Иисус, мир ему, посланник Бога? Да. Ты веришь, что пророк Мухаммад — посланник Бога? Да, он последний посланник. Ма шааллах. Ты хочешь произнести шахаду и принять ислам? Да, я должен принять ислам. Я должен начать изучать. Но сейчас я учусь в колледже. После окончания учебы я приму ислам. Смотри, брат. Сначала ты должен принять. А практика приходит медленно и постепенно. Это сложно, как только ты принял ислам следовать всему на все 100%. Да, в моем сердце я мусульманин. Правильно. Сначала ты должен принять сердцем. Затем последует практика. Это может занять день, год, два года. Аллах знает лучше. Но ты принимаешь своим сердцем? Да, я принимаю. Ма шааллах. Кто-то заставляет тебя принимать? Нет, никто. Хотел бы ты сказать шахаду на арабском? Да, я не против. Я скажу на арабском, а ты повтори, хорошо? Да. Да. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Что нет Бога, кроме Аллаха. И пророк Мухаммад, посланник и слуга Аллаха. Посланник и слуга Аллаха. Ма шааллах. Ты мусульманин. Ты мусульманин сердцем. Иншаллах. Я прошу Аллаха, субханаху тааля, чтобы ты стал мусульманином также в своих делах. Я прошу Аллаха, чтобы он направил тебя и дал тебе лучшее в этом мире и в последнем. Благодарю вас. И брат, я хотел бы вручить тебе перевод Корана. Подойди к сцене, и я передам тебе перевод Корана на тамильском языке, иншаллах. Добро пожаловать. А пока он идет, давайте перейдем к следующему вопросу. Да. У нас есть сестры немусульманки? Задайте вопрос, пожалуйста. Ассаляму алейкум и рахматуллоги и баракатуху, доктор Закир. Это вопрос от сестры-христианки. Вы объяснили в Таразаконе 18.18 и 18.19 и сказали, что это относится к пророку Мухаммаду Мирьему. Она говорит, что в стихе 18.20 говорится, как узнать, говорит ли пророк правду или он лжет. И всемогущий Бог говорит, что если пророк солжет, то он должен умереть. Поэтому вопрос сестры-христианки, лгал ли пророк, да богословите Аллаха, приветствует. Потому что Иисус Мирьему и Енох были воскрешены всемогущим Богом. Можете ли вы пролить свет на этот вопрос? Сестра задала вопрос из Таразакония, глава 18, стих 20, что если пророк солжет, он должен умереть. Тут имейте в виду, если он солжет, он сразу умрет. Но это не значит, что он однажды не умрет. Это значит, что если он солжет, он умрет на месте. А если он умрет через 10, 50 или 100 лет, это не значит, что он солгал. Но здесь имейте в виду, что если пророк солжет, он умрет на месте. И то же самое говорит Коран в 69-й суре Хакка, аят 44-й. Аллах сказал, если бы он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы его за правую руку, а потом перерезали бы ему аорту. И никто из вас не избавил бы его. Это то, что говорит Коран. Аллах говорит пророку Мухаммаду, что если бы пророк солгал, мы схватили бы его за правую руку, а потом перерезали бы ему аорту. Это говорит Коран. Да, это суровые слова. Это означает, что это не ложь от Мухаммада, да благословит его Аллаха приветствует. Но это не значит, что Мухаммад, мир ему, никогда не умрет. Даже Иисус, мир ему, во втором пришествии умрет. Я не знаю, когда он придет. Может, сто лет спустя, двести лет спустя, тысячу лет спустя. Но когда он придет, спустя время он умрет. Но это не значит, что он лжец. Каждый человек, который приходит в этот мир, обязательно умрет. И каждый пророк умрет. Коран говорит в Суре Аймран, глава 3, ая 185. Каждая душа вкусит смерть. Поэтому каждый должен умереть. Даже Иисус, мир ему, умрет во втором пришествии. Тут не имеется в виду, что если человек не будет лгать, он никогда не умрет. Но тут имеется в виду, если он солжет, он умрет на месте. Но предыдущие два стиха ясно указывают на то, что это пророчество не относится никому иному, кроме пророка Мухаммада, мир ему. Потому что он был подобен Моисею, мир ему. И слова Бога были вложены в его уста. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ас-саляму алейкум, братья и сестры. Это автор канала Призывдаа. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Потому что моему каналу полностью отключили монетизацию из-за того, что я перевожу Закира Найка. Я хочу продолжать переводить Закира Найка. Потому что благодаря его лекциям, много людей приходят в ислам и осознают истину. И благодаря вашей поддержке, вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский даават. И иншаллах, за это Аллах наградит вас. Реквизиты я оставлю в закрепленном комментарии. Ас-саляму алейкум.